Экибастуз. Это называется площадной фонтан. Смысл этого фонтана, архитектор который это делал, итальянец, он находится на уровне земли. Фонтан работает, вам охота мимо него пройти, обязательно должна быть негладкая поверхность, для этого решетки уходящие. Но у нас сделали по-другому. Почему? Я подошел к строителям и спросил, а зачем вы подняли? Они мне говорят, приехал Аким города и сказал, как это так, он будет в рове. Прораб или кто там, я не знаю, был при Акиме, начальник ТО или директор, кто вы там, видать сказали, ну так по проекту. Он говорит, по проекту наверное как-то не так. Вы возьмите у него в голове, объемно сделайте, поднимите хотя бы на 10-15 сантиметров мрамором, чтобы он выделялся. Аким сказал, Аким сделал, может пожарку, станцию натравить, на 10 сантиметров вверх, так я опережаю себе, что хочу сказать. На 10 сантиметров вниз нам, татарам, барымба. Как скажешь, так и сделаем. Лишь бы денег платили. И как бы теряется смысл. Это именно должна быть площадь. Кто не понимает, и ты ходишь, как только они включили, у меня есть предыдущий ролик этот фонтан, ну дети действительно сбежались, бегают, катаются, на попы падают, было, есть и будет. Ролик посвящен, во-первых, вот люк, посередине люк, миллионы бабок сюда вложили, и посередине люк. А, я так и назову ролик. Люк. Ну вы же без люка никуда не денетесь, да, люди? Люк должен быть. Вот такое. Ступеньки делаются в промышленных зданиях, чтоб не скользила спецобувь. Вот люк. ОНР. Я потом наложу еще свой текст. Как не собираюсь, я никогда в детстве не молчал, и помираю теперь уже, не собираюсь молчать. Лев как там в клетке. Никому не интересно, никто тут и не бегает. Галочку сделали, бабки отмыли. Как перед Казахстаном не работал, так и здесь работать не будет. Вон дальше парк ветеранов. Трубы разложил на Битовске, там все дела. А как только уходит, бабки съели, все. Следующему Акиму нужен новый проект. И вот просто никого вас я не боюсь. Вот просто никого. И вы никого не бойтесь, они вас все ссат. Вот эти Акимы, Макимы. В натуре, за натурой. Они без вас. Любой умный вор закон. Генеральный секретарь. Партор. Он прекрасно понимает, что с электоратом бригады. Ох, красивый кадр. Разговаривай уважительно. Как-то Великий сказал, бригаду можно унижать сто дней. Но не вечность. Ассалам алейкум, ребята. Спасибо. Я хочу взять из вас интервью. Вот фонтань не работает. В экибастузе. А мы тут бегали. Почему у нее работает фонтань? А что? Тихо, 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 тихо. Вот эта девочка уже в тебя вцепилась. Да вцепилась. Я же вижу. Ой, бай. А чего вы, девчата? Да она в него вцепилась. А учитесь вы в седьмом классе. Ассалам алейкум. Нет, помнишь, что ты меня не догонишь? Да. Ой, еще ударила. Все, у тебя от девочек прохода нет. Клент, наверное, включать. А? Не знаю. Клент, наверное, включать. Там вода же вроде, бачок какой-то. Как бачок у нас, Иртыш, Караганда? Вы должны сделать заявление, что обязательно каждый день фонтан должен работать. Да. Вы можете сделать это? Какое-то нервиси без фонтана. Ну, здесь скучно. Уже неделю как не работает фонтан и скучно. А вы скажите Акиму. Обратитесь к Акиму. Аким, ну чего нам фонтан, тебе чуть тяжело. Хо. А ты тоже скажи так. Да тебе у моряка болит. Не, ну ты скажи по-акейбастузски, Аким в натуре. Совесть имей, фонтан. Да, совесть имей. Да, привет, мам. Ребята, я вас в Ютуб выставлю. Ладно. Не боитесь? Ютуба не боитесь? Нет. А что, девчата за этим парнем бегают? Да, за тем пацаном? А где вы учитесь? Я в первой школе учился. А самая крутая какая сейчас школа в Акимбасе? А что там? Ну да, ну там еще там. Там все говорят, что хорошо. Ай!